друзья привет у нас сегодня второй день после трансформации айгуль все видео мы смогли только сегодня загрузить полдня пыталась загрузить этого прям вообще очень сложно было как будто вы не хотите принимать эту информацию и там было очень много комментариев расскажите что будет дальше с айгуль ну типа какие трансформации что поменяется в реальности таких отзывов было очень много комментариев у нас не прошло и суток реальность настолько поменялось что мы просто в шоке мне так хочется все это рассказать я хочу айгуль дать и ирине которая вчера с ней начала эту трансформацию пока я тут занималась своими делами пока у меня был были трансформации другим человеком ирина с утра началась мне уже трансформировать в зубной клинике вот давай наверно ты свою историю что с тобой произошло в итоге что ты узнала после трансформации конечно задним числом это произошло типа якобы в прошлом но это ты узнала потом давай что ты узнала вчера мне сообщили что умер мой дедушка который три дня лежал мучился прям уже был очень тяжелый и получать вот после нашего разговора я узнаю что он умер сегодня вот его хранили а то что он три дня не перебью лежал а вот до этого он тоже мучился да хорошо да у него была геймера и а то есть он давно мучился а сколько ему 84 год не сколько лет он болеет тоже то есть когда ирина начала проработку потом подключилась нелли и осознание айгуль привели к тому что она начала освобождать вокруг себя и отпускать людей всех учились и ушел дедушка но это еще не все что случилось дальше потом я узнаю что как трясет моего троюзного брата умерла жена она моего возраста у него просто болело сердце она пошла в больницу у нее там лечили и она внезапно так ты начала освобождать всех кто хотел уйти и третье только что вот я узнаю что каста освободился с тюрьмы сегодня освободился чтобы вы понимали досрочная строчная то есть видите пошло освобождение везде но это еще не все скажи про ссылок и и а потом расскажите предысторию сейчас алексей к сыну перейду да а я хочу подытожить что сказала ему вчера когда застряли в лифте с ней то есть мы были все так про дедушку он болел долго да и все думали ну вот он умрет а он как бы жил ну то есть как бы мучился до человек вот и мы садимся на пятна минус первом этаже с ней и нам нужно попасть на 1 на 1 мы нажимаем я нажимаю на 1 закрыть дверь выключается свет у меня вчера да ли застревает дверь не открывается и тут я нажимаю открыть мы открываем дверь то есть горит что мы на первом горит единица мы приехали мы открываем а мы опять на минус первым на том же этаже мы заходим опять опять вся вся эта процедура опять открывали мы опять на минус первом я говорю хорошо пойдем пешком по лестнице мы или это 2 до 1 по 2 мы поднимаемся поднялись и тут мне внезапно я и а я пока мы поднимались да я и нет пока мы поднимались я иду и объясняю представляешь как мы попали в антиреальность а я даже тогда еще не догоняю о чем ты говоришь вот представляешь говорю как мы попали в антиреальность то есть нам на 1 надо у нас показывает первое что мы на первом мы выходим а мы на минус первом и иду и рассказываю буквально там секунду проходит на геймер было идти уже доктору залечивать канал ты сейчас просто это пропустишь чтобы вы понимали в клинике первого этажа не существует там мы либо с минус 1 по 0 а потом сразу 2 и кнопка единица просто горит и я вчера на этой единице застряла я нажала на первый этаж лифт поехал остановился и двери не открылись а там нету вообще этого этажа первого вот и это к тому что они хотели попасть туда куда там где закрыто и в реальность которой нет зачем туда едете ее там нет вообще даже дверей там не откроются вам двери даже они в итоге на первом этаже разрешено на втором да но он на втором вот и через там несколько буквально я не знаю там три минуты все ее доктор уже ждет делать зуб и она говорит а у вас есть типа вай-фай говори да ручно можно запросто вот ничего она горда есть я говорю да давай подключишь когда уже зуб полечит тебе что-то ну 20 минут и подключишь и она включает подключает вай-фай и сразу же первая смс к дедушка умер то есть мы когда зашли в лифт тушится этот свет мы то есть я объясняю душа дедушки в этот момент умирает то есть ей пишут пять минут назад умер дедушка мы как раз были в лифте вот то есть его душа и она поняла я же до этого начала с ней работать и она поняла и будет понимать что ты всех своим контролем всех по закрывала в отдела колбы и у так вот люди ну в тюрьму их заперло они не могут не двигаться ничего то есть ты контролируешь брата на себя время на регион контролируешь и дед и она еще перед этим горит у меня все так случается я как-то куда-то уезжаю у меня постоянно умирает родственник она с этим приехала сразу с дверины или почему умирают родственники когда я куда-то уезжая на не всегда так и и именно своих родственников по своей линии она не попадает на похороны там ну на мужа родственников попадала она что я как будто там высшие силы оберегает вот я объясняю дедушка ты настолько он тебе сейчас еще дальше расскажу это вообще быть я говорю настолько ты уехал и душа дедушка сказал слава богу спасибо тебе и гуль что ты уехала и моя душа теперь может мы подкормили колорой на уйди подняться и в этот момент один момент можно уточнить девушка слег уже совсем убежал уже отказывался от еды уже был не в себе мне родственники стали писать с утра смски полечи его полечила так как я занимаюсь телесными практиками умею это делать на расстоянии дистанционно поделать так чтобы он не уходила не отпускали его и они они тебя зеркали там тебя твои желания только да я просто хочу объяснить почему случилось вот такое что я постоянно вот в контроле то есть у кого-то что-то болит голова жопа все там айгуль полечи меня у нас такая ситуация это я так сделала что у всех надо контролировать за всех надо проживать колбачки я делаю посадил их да за всех проживать жизнь не отпускать и вот а вы знаете как эти энергопрактики работают вот и она посадила в колбачки их и почему они готовы гулька чего смотрите она их посадила и только как бог типа так я тебя контролирую ты будешь вот сидеть ты в тюрьме а ты будешь тут сидите тут и они уже они ты сами ничего не могу сделать я не на нее смотрят айгуль типа там помоги там полечи и так далее ну в общем мы мы в этом разобрались почему вот дедушка ушел и поблагодарил айгуль спасибо буквально через да через час мы идем гулять ну просто прогуляться хотя бы по улице идем обратно по этой улице у меня там развязывается шнурок не в этот момент нужно почему-то в этот момент короче я завязываю нагинаю шнурок идем буквально минутам шага 3 или 4 делаем лежит пакет никого нет просто лежит пакет меня под на свернутый у меня и я бы никогда ничего не подобрала бы с улицы да это мне захотелось посмотреть вот пакет вот мы отошли они прошли дальше и она говорит ира это наверное тебе типа тебе подарок какой-то айгуль запнулась об этот пакет увидела его под своими ногами нет она сразу же не про себя подумала она сразу так это подарок тебе это тебе такое назначение давай вернемся мы возвращаем но не этому пакету она гордовать ну открой игру да ну ты открой ну в общем мы пока спорили она была она не понимая сама берет открывает то есть берет открывать она ой тут наверно трусы игру а может шарфик типа ну а на о мужской это хорошо ну типа опять это тебе и открываем пакет там лежит что-то лежит тряпка тряпочка какая-то и очки очки лежат солнечный она достает сначала очки не тряпку достала сначала очки достала а потом достает эту тряпку это оказывается шапка шапка луи виттон луи виттон до шапка и очки и такая а для чего что это значит игры так очки одень уже очки и увидеть говорю что одень шапку еще и идем и она вот шапка что шапка я начинаю ну шапка так что шапка голова мозги начинаю это и буквально и я потом иду-иду-иду-иду и такая мне пришло это же оставил блин это дедушка тебе тебе так поблагодарил шапку и очки оставил типа не оденешь очки по шапке а дальше я говорю я в этот момент вспоминая что вот этот девушкам это отец моей мамы он всю жизнь шил шапки меховые он был охотником и из натурального меха шил на всю деревню шапки вся деревня покупала и тут я нахожу эту шапку эти очки одни приметы но мы естественно начинаем рыдать вот теперь дальше сегодня трансформации сегодня после вчерашнего видео наш то есть два человека умерли освободился брат сегодня освобождается брат и причем проходит ровно 0 0 0 0 еще такого загадываем желание сейчас к 0 0 0 0 и она такая поговорили и буквально минута-две она такая блин а мне сегодня это брат и она проговаривает слова слушайте у меня сегодня до срочно освободился брат ему нужно было сидеть 13 лет я говорю ну отсидел 11 я говорю а сколько сын у тебя болеет лет на 13 и такая вот ты не видишь логику в этом и она такая блин то есть она после надела посадила в тюрьму всех брата заковала всех брата в тюрьму сына дома все сын дома в тюрьме сможешь привязался то что так же к дому все он же дома он же не выйти не может все обратно в тюрьме то есть брат понимаете какая трансформация прошла что идет освобождение она начинает принимать что это причина в ней что это она контролит всех и признает это в себе и начинают все освобождаться дедушка освободился брат и жена двоюродного брата жена освободилась выходит ее брат из тюрьмы в которую она его заточила это еще не все вот и когда мы сегодня тоже гуляли и она всегда видит везде инвалидов и нам и говорили мы говорили про котиков потом рассказывал вот вижу только и сегодня идем она их видит все его сегодня вообще все как все инвалиды как будто бы вышли на дорогу по которой мы шли прям каждые два-три шага человек на инвалидной коляске а видимо все настолько активизировала что я это стало еще более явно видеть и в этот момент они вышли за благодарностью к тебе что ты посмотрела на них и всех поблагодарила за то что они все тебе показывали ты их не видела тут очки тебе дали посмотри разбеги мы есть да и и просто она еще ну до сих пор ну до сих пор не принимала это сюда и она рассказывает там ой да у меня там говорю подожди она говорит у меня старший сын ушел и живет с девочкой отдельно я говорю ну вот я говорю ну вот хоть один спас берет твоего контроля и уехал говорит показывает мне ну он прислал фото и показывает такая штучка вырезан вот он бога вырезал я и сегодня говорю блин да мне сейчас дошло дошло почему он вырезал бога ты не понимаешь она такая бога гелеса и она до бога гелеса она такая думала думала защита от меня чтобы ты его ну уже спасается даже вот этим не вырезать а то что съехал он тоже а вырезаете говорю смотри вырезает же не он сам руку ведет душа вот как художник это душа ведет и сама вырезает сама рисует сама пишет я говорю а рисует же у тебя на твой сын ну инвалид она говорит ну да я говорю и не так приходит как он разговаривает это это он-то здоров это вы больны вы не слышите его он разряд на него она не может понять год я-то так он рукой разговаривает а вы не слышите и она вообще мимо вообще не может смотреть но подскажи уже плачет идет нервничать ягента люди она fathers ходила и не могла и потом это проговорить я говорю вспоминай мои слова ответ в моих словах уже бы уже изначально и она это проговорит ну что он и не могу нарисует у ну что на рукой ну может вот так показать как там кушать писать там ну ну что я не могу понять вот она через час я таки этот вопрос задаю это хорошо она начинает осознавать вот и она такая ну что ты осознала она говорит ну то что он рисует он рисунком рукой потому что рука идет от души говорила вообще не двигается вчера в видео помните и он рисует я сегодня узнаю новые подробности и просто в шоке да и он говорит он рукой говорит вот то есть душа его об руку и ну говорит он рукой это вы родители вы больные оказывать вы глухие и слепые вы не видите а он и говорит и видит он вам показывает рисовать умеет оказывает подробности узнала я вчера говорю но он же просто лежит не двигается недееспособный не говорит ничего вообще не делает оказывается не делать сегодня он рисует как и она говорит да мы как-то картины его еще продавали и вот когда она вышла на виде на видеосвязь вышла с мужем со своим говорит вот мой муж посмотрел видео наше игру ну хорошо он то тоже родители он тоже инвалидов себе прорабатывает и говорю олег ну типа молодец вот и а он как раз с артемом сыном я тоже поговорила с ним привет артем ттт до поздоровался помахал ручкой да а вы говорите что он вообще не разговаривает а я а я и говорю ну я то я то его слышу что он разговаривает она говорит блин мир ну ты меня реально смыряется а мы родители не слышим как он рукой с нами разговариваю я говорю его слышу а вы нет ну типа в рисунке то что он рисует я говорю олег ну и начинаю олегу эту историю рассказывать сегодня что случилось на сайгу сайгу вот и я говорю родители научитесь слышать то что вам говорит ваш сын научитесь видеть читать и слышать то что он говорит вам его языку его языком да вы просто не слышите вот это мы решили что но это пока начало до понимаете да не будет это вот до сутки прошли и вот вот такое вот происходит и вот и потом она мне говорит про брата да и я говорю ну вот брат выходит то есть брат освобождается то есть она же не все одновременно и брата сажает в тюрьму и сына дома в тюрьму сажает то есть не тот мы не может оттуда выйти не сын не может из дома выйти получается по факту вот я хочу добавить а реальность она же как если начинает меняться то она потом вот так вот резко скачками айгуль говорит ему 13 лет сидеть было вот вышел досрочно буквально проходит и не за сколько вот после 13 лет прошло часов я узнаю про тринадцать лет и айгуль кричит я через 10 минут пришла хорошо прошло 10 минут 15 минут пока там поболтали с тобой да айгуль говорит да нет ему уже 11 лет надо было сидеть с половиной а я говорю так это и и так и меняется реальность завтра ты скажешь что овощи не сидел в тюрьме и даже не вспомнил если зрители вспомнят а я говорю как это еще круче то есть одновременно ты садишь и брата и сына в тюрьму и тут он выходит то есть особо она просто продай горит и уже в словах проговорила что он освободился освобождение и сегодня нам встречается два парня в белом как два ангела представляете а и после того как мы шли она видела инвалидов и потом через час нервничала и осознала что ну как он рука кругу рука рукой разговаривает нам и она это осознает тут же мы проходим секунда несколько шагов стоит пустая коляска и 2 2 и 2 коляски пустые у меня аж мурашки это значит уже инвалиды встали и пошли дальше это не заканчивается до 2 пустые коляски нет да дети бегут прям к ней навстречу воде все здорово да дети все здоровенькие они бегут вот потом мы идем на остановку и на остановке стоят два парня как ангелы и приматеты такие в белом но она села на остановку и рядом подсаживаться опять же два парня то есть все парно я говорю ты в этом теперь не видишь там 2 шли мороженое лизали кушали мороженое мы таки так они прямо и они на экскалаторе не вниз а наверх ехали и главное ниш ехали прикинь они же ехали приехали в торговый центр а мы уже выходили и они прикинь мы выходим и они не пошли и они за нами выходят они не пошли в торговый центр они за нами и мы начали трансформировать также чего это мороженое мороженое это наслаждение короче трансформируем потом встречается нам два ангела опять же 2 потом садится на остановку подсаживается два парня 25 я говорю тебе ни о чем-то нибудь 2 2 что это Говорю, два. Чего у нас две? Руки, ноги. Глаза. Да, два. То есть не одна, не коллега, а два. То есть уже все целое, цельное. То есть здоровый, здоровый человек. Дуальности. И эти парни начинают разговаривать. Вот эти два на остановке. Они разговаривают, разговаривают, что веселятся там. И я слышу, они на испанском разговаривают. И я Айгуль говорю. Я что понимаю, что они на испанском говорят? И я им такая, або спаньол? Они такие на меня. Блин, это все, что вы говорили, короче, о нас? Да, они нас обсуждали. И такие, блин, ты что понимаешь по-испански, говорит? Я говорю, да. И начинаю разговаривать. И вы не представляете. Он начинает, сколько ты в Анталии? Я говорю, я приехала к подруге. А ты? Он говорит, а я семь месяцев. Блин, я сейчас опять пришел. А я семь месяцев, говорит, здесь работаю. Приехал в Колумбию, говорит, и работаю танцором. Танцор, это Норги, все, он танцор, представляете? А мы Артемку называем танцор. Вот я только узнаю. Прикол. А он танцор, то есть все, полноценное движение. И семь месяцев, это мне сейчас пришло, он семь месяцев работает здесь. Мы встречаем танцора, они сейчас, я узнаю, называют Артемку танцором. И Артем с семь месяцев был нормальный до привитки. Да. Да, кстати, прикольно. Вы представляете? Видно со стороны, не знаю. Но у меня вот из этих пазлов классно складывается картина. Я хотела добавить. Айгульчик, не держайся на меня. Я сегодня трансформировала шаблон на своем курсе опасно-безопасно. Доверие-недоверие. Принимать-не принимать. Все в одном шаблоне. И привела пример с Айгуль. Ну, думаю, ладно, они уже все знают, приведу. В общем, когда я трансформировала этот шаблон, сейчас только просто о концовочку расскажу. Когда Айгуль родила ребенка, он был недоношен, но здоровый. Потом врачи, которые, кем мы считаем, профессионалы, профессионалы, вот твое слово было, они же профессионалы, убедили ее сделать все прививки разом, да, отчего ребенок стал недееспособным тогда. Сейчас все нормально, мы знаем, для чего это было. Вот, все к лучшему. Что там дальше будет, мы понаблюдаем. Так вот, она доверилась профессионалам. Почему доверие, недоверие, где его правильно использовать? Вот я сегодня объясняла, где правильно использовать, где можно доверять, а где нельзя доверять. Я вот эту разницу прямо вот рассказывала. Где можно довериться, а где нельзя довериться. Ты, если я попадешь доверять, тебе обманут мошенники. Пойдешь доверять таким докторам, ты потом получишь поносу. Так вот, когда с тобой еще ничего не случилось, когда никакой опасности в реальности нет, она еще не существует, она только в голове, тобой придумана или навязана кем-то, то доверять, кто придумывает опасность, нельзя. То есть, врачи говорят, давайте от мнимой опасности обезопасимся. Вот вы можете заболеть, поэтому давайте обезопасим. То есть, они ей навязали опасность, она себе через них навязывала, понятно. Тут мы сейчас будем смотреть не с точки зрения ее внутреннего мира, а вообще в целом. То есть, врачи еще не видели опасности у ребенка. Он не болел. Он был здоровым. Но они решили на будущее обезопасить. И вот когда мы с вами на будущее пытаемся себе подстелить соломку, то мы упадем так, что потом не встанем. И доверять любым профессионалам, которые говорят, вот давай сейчас заранее тебе там что-то сделаем, и тогда это будет типа безопасно. Вот здесь вы ошибетесь. Другой момент. Она переделывает миллион раз зубы. Каждый раз ей делают идеально. Но она говорит, нет, нет, нет. Она не доверяет профессионалам. Она не может довериться этому миру, что сделают все идеально. Она не доверяет ни людям, ни миру, ни событиям. Понимаете? Она не доверяет людям, которые делают это лучше, знают, делают тысячу раз, а ей все не нравится. Ну, понятно, у ней вот этот шаблон лежит с того момента, когда она обожглась на профессионалах, теперь она все сама, понимаете? Как бы идеально и лучше бы со стороны бы не сделали, она все равно сделает по-своему. Даже может хуже себе сделать, но главное, что она сама это сделала, понимаете? Она не доверяет. И вот здесь она наоборот действует. Никакой опасности профессионал, вернее, здесь профессионал не закрывает никакие опасные зоны. То есть, когда вам профессионалы что-то предлагают, не связанное с безопасностью, то надо довериться. Но когда профессионалы предлагают что-то, связанное с опасностью, то надо доверять себе, не придумывать заранее, не верить в эту опасность, что она будет. Вот с двух сторон. Ты поняла, о чем вообще я говорю? Точно? Да. Мы вчера два с полна часа говорили о том, что ей нужно доверять миру, доверять другим людям, доверять выбору каждого человека, который в этой системе находится. То есть я там как почка не могу знать, как правильно работать сердцу, допустим, да, селезенки, как правильно до меня доставлять там кровь, питать, убираться. То есть у меня своя функция, да, у другой клеточки своя функция. Нам всегда нужно доверять всем людям, да, за их выбор, за их профессионализм и так далее. Но только в том случае, да, есть моменты, когда это не делается ради мнимой опасности. То есть тебе понятно, да, чем я говорю? Просто я вас спрашиваю, потому что если вам непонятно, значит и зрителям непонятно. Непонятно, то есть ты заранее себя настраиваешь на опасность. Да, и ты заранее опасность, да, настраиваешь то, что вот это опасно, я принимаю, что будет опасно, и мне мир такой, ах, ну да, ну как бы по твоим мыслям будет так, по твоей вере, да будет так. Мир всегда подтверждает нашу правду. Не болеешь, но заболеешь. Значит, надо профилактику какую-то делать. Вот, одень шапку, или смотри под ноги, упадёшь, и обязательно ты упадёшь. Вам говорили такую подругу? Я же всегда спотыкалась, и мне мама ещё больше начинала игрить, я ещё больше спотыкалась. Не прыгай, упадёшь, не бегай, упадёшь. Каждый раз, когда мы пытаемся другим соломку подстелить и предотвратить вот эту опасность, мы делаем хуже. Во-первых, не даём опыт прожить, да, выбор этого человека. Точно так же, когда мы принимаем, что, ну, твой выбор быть здоровым, и твой выбор быть, чтобы был здоровый ребёнок, да. Ну, какие-то люди левые пришли и сказали, нет, поверь нам, мы лучше знаем. А жизнь твоя, да, как они могут знать о твоём жизни? Не знают. Но когда ты просто разрешаешь и доверяешься полностью открыто системе, в которой каждая функция, ну, то мир для тебя разворачивается самым наилучшим образом. Довериться, что мне... У меня, ну, как бы, профессионал, парикмахер постригёт хорошо, но он не может мне хуже сделать. Но если я ему заранее там не доверяю, понятно, я получу то, что я хотела. Быть правой, что он стрёмно стрижёт. Если я заранее не доверяю тому, кто мне делает зубы, хреново он делает. Я не верю в профессионализм на 100%. Конечно, он мне будет тысячу раз переделать, и он сделает хреново. Ну, потому что у меня доверия к этому миру нету. И я всегда буду подножку себе ставить. Ещё хотелось бы сказать. То есть она никому не доверяет вообще. Она всё контролирует. Она это признала сейчас, полчаса назад она это признала. Да. Я просто пару зубов пытаюсь... Вот почему у меня конфликт с этими зубами уже несколько дней с девочками? Говорит, да вы уже достали. Вот просто там бедный дантист, она уже с ума сходит от вас. Доверьтесь. Ещё хотела сказать, мне сейчас я вспомнила. Мы когда сегодня вообще из дома вышли с Айгуль, мы только выходим, и я хочу просто предупредить всех, у кого будут трансформации, чтобы... ждите, что наш ум будет нас уводить и присылать извне такие ситуации, ну всякие там рогатенькие, да? Присылать, чтобы мы велись и уходили от своей трансформации и принятия, что причина во мне. И мы только вышли, и ей приходит... А, и я говорю, что-то мы забыли. Говорю, давай поднимемся. Буквально две секунды. Мы даже домой не зашли. Мы остановились наверху, и она открывает телефон, и ей присылают, говорит, ой, я тебе сейчас покажу. Кстати, сказала, я покажу моей племяннице сегодня день рождения. И такая девочка стоит в голубом платьице. День рождения у кого-то? Да. Да. Моя родная племянница. А это вам ничего не говорит? У родного брата. День рождения. Освобождается брат. У него рождение новое. У меня аж мурашки. Еще и день рождения у племянницы. Так слушайте. И ей присылают фотографию, и она такая, ну вот моя племянница. Листает мне, показывает, вот моя племянница. Нет, это такая сыняная. Вот. И она такая, блин, да это же не племянница. Это же не племянница она такая. Похожая девочка. Да. А девочка вот так вот стоит вот так. Это такая клиентка моя, я расскажу. Клиентка моя попросила поработать с ее дочкой. У нее ни с того, ни с сего резко заклинила шею, и она на фотографии статит так. Ну, как и были. Они ее возили за сегодняшний день, уже 5-6 врачей ее посмотрели, они не смогли поставить диагноз, не смогли помочь, так и отправили ее домой. Вот. И она обратилась ко мне. И Ирина мне говорит, тебя уводят, не бери. А я уже все на автомате, по привычке такая. Типа, помоги ее заклинилась. Что мне надо съездить, как мне посмотреть, настроиться на ее пространство, что там можно сделать. А я говорю, тебе пришла проверка после сильной трансформации. У меня 2-3. Тебе надо само из себя трансформировать. Сейчас тебе извне будут такие посылать, приходить, чтобы ты ушла, чтобы ты не себя не трансферили, а опять в спасательство, опять в контроль. Вот ей пришел, пришел вот это вот, да, проконтролируй, вылечи. Ну, то есть, типа, себя не излечивай, себя не излечивай, вот, типа, уводит ум, чтобы в другое, чтобы она... Я говорю, а там твой выбор решать. Либо ты хочешь быть счастливой и твоя семья, и сын, либо... Всех спасай. Либо всех спасай, а у тебя будет вот так. Я сейчас расскажу тоже про эту программу. И говорю, это твой выбор, я не могу за тебя решить, но ты какой выбор сделаешь, то и будет. Просто тебе будут приходить вот эти вот, и вам тоже, кто будет трансформироваться. А мне так хотелось помочь. Короче, фишка такая, она бы могла за минуту помочь ребенку, ничего не делая, никаких энергетических практик. Просто мама бы позвонила и сказала, у нее отошла шея. Ну, нормально все теперь с ней. Если бы она просто сказала, шея у меня, это я не смотрю по сторонам, это я не гибка. Я так и сказала. И нашла в чем, прямо сейчас, и шея бы у нее отошла. Такая все нормально. Я и так и сказала, если ты сделаешь правильный выбор, и опять начнешь... Она говорит, я говорю, девочка автоматически будет, ну, опять будет здорова. Ну, отойдет у нее эта шея, то есть автоматически. Тебе не нужно никого спасать. Смотрите, о чем они сейчас сказали, я теперь переведу это на наш мозг. У нас все нейронные связи в голове со всеми убеждениями. Это моя любимая тема просто. Ну, вы же знаете. В общем, все нейронные связи, убеждения составляют такой солитон. То есть нейронная связь с убеждением это как замкнутая система, по которой бегает электричество. И эта замкнутая система это какой-то шаблон, какая-то программа, какое-то убеждение. Ну, вот я знаю, вот солнце желтое, вот мое убеждение. И настолько это убеждение крепкое, что разорвать вот эту вот связь в голове невозможно. как только мы попытаемся ее разорвать, эту связь, каким образом, да, это когда мы начинаем мыслить по-другому. То есть сначала думали вот так, а теперь такие вот так. Мы же привыкли, то есть мы привыкли подпитывать эту нейронную связь своим вниманием, чтобы энергия все время там циркулировала, чтобы он жил. Это эгрегор. Каждая наша мысль это тоже эгрегор. Каждая нейронная связь, каждое убеждение. И чем больше ему туда внимания, тем больше и устойчивее он получается в нашем мозгу сидит. И каждая устойчивая связь вот эта формирует нашу реальность, нашими убеждениями, которые мы сотворяем. Так вот, она привыкла контролировать. Представьте, у нее вот этот эгрегор, сущность кто-то называет, кто-то пытается эти сущности куда-то убрать на энергетическом уровне. Туфта. Потому что тут надо мозгу объяснять и разговаривать с этой штукой, чтобы она просто трансформировалась. Что мы тебя оставляем, контроль, мы тебя любим. Избавляться от контроля мы не будем. Мы просто сейчас придумаем, куда тебя использовать. Мы придумаем сейчас контролировать себя, а не других. Мы сейчас будем контролировать свои мысли, чтобы не уходить непонятно куда, кого там сливаться. Мы сейчас будем контролить, свой контроль давай контроль саму себя то есть мы договариваемся как использовать контроль на пользу как только поначалу она поняла что она всех контролит у нее первая мысль все я не буду контролировать я не буду контролировать она даже наоборот контролировать почему потому что если она говорит я не буду контролировать вот эта нейронная связь начинает разрушаться то есть мы не пускаем туда внимание внимание это наша энергия то есть мы ее не подпитываем внимание своей энергии вот эту вот устойчивую связь вот этого солитона вот эту сущность то есть мы ее за игре под разными словами можно сказать не подпитывает что она будет возмущаться ну типа я же сейчас умру вы понимаете вы ее пытаетесь убить когда отрицаете вы пытаетесь убить свой контроль на все я не контролирую и эта сущность охреневает не страшно умирать и поэтому она начинает еще больше ваше внимание натягивать на себя чтобы вы в нее внимание вернули и она подкидывает естественно события где вы должны будете подтверждать ее старую правду что надо контролировать вот не проконтролируешь сломаешь ногу не проконтролируешь уйдут деньги не проконтролируешь вот это то есть она начинает эта сущность давать вам все события чтобы вы обратно вернулись в контроль то есть ваше внимание прям еще сильнее контролировать и она начинает расслабляться сначала напрягается и все силы на себя то есть подкидывает такие ситуации где без контроля вообще жить невозможно но стоит с ней поговорить типа ребят мы трансформируем шаблоны мы не избавляемся от контроля наоборот его любим еще больше только начинаем этот контроль использовать с пользой то есть направляем в другое русло таким образом наши шаблоны перестраиваться не разрушая потому что иначе когда мы будем их разрушать это же такая борьба с этими шаблонами такая война это столько потери энергии будет это столько будет негативных событий это столько проверок чтобы не было проверок ваша задача эти шаблоны просто трансформировать человек говорю давайте ко мне на курс вот да я кстати на курсе реклама курса блин ребят на курсе шаблоны я его до конца января оставляю не хотите лично давайте в группе потому что но никуда иначе события ну если вы начнете менять что-то в своей жизни вас обратно ваш мозг затянет хотите вы этого или не хотите чем больше вы будете сопротивляться старому тем сильнее и быстрее он вас туда обратно затянет не получится у вас просто так сбежать от того что вы делали раньше не получится перестроить свою жизнь никаким образом потому что ваш мир начнет настолько подавать сигналы что и ум говорит вам я же прав но я же прав но я же прав вот вы решили я творец он докажет вам что вы жертва с такой силой что вы ничего не сможете сделать вы будете сидеть и страдать потому что мир будет вам сигналить что ничего от вас не зависит вот у вас все будет плохо все из рук что не сделайте все плохо чтобы доказать что вы жертва это для тех кто решил стать творцом вы будете обратно уходить жертву еще быстрее еще сильнее еще туда вот проверочки это называется проверочки все так вот это не борись а сразу так идея использовать контроль вот я еще вспомнила что произошло сегодня мы два дня ходим и она как я хочу что-нибудь белое на новый год ну в чем-то белом я говорю что для тебя белая она чистота обновление ну то есть она уже отвечает что она уже трансформируется заметили черное с белыми сердечками белое с черными вот микки маусами микки маусами а вы знаете что для меня микки маусы все люди для меня микки маусы вот мы ходим два дня и любой магазин заходим она ирну посмотри вот так вот просто я встань и вот так типа посмотри ну не так вот а просто посмотри одна чернота это ты сегодня мне сказала одна чернота в магазине то есть висят одни черные вещи как мне ни одна вещь белая не попадается я вижу все черное и после того как она увидела ну она приняла осознала увидела две коляски мы тут же две секунды поднимаемся в магазин заходим какая она даже не поняла какая это белая кофточка блин классная она реально такая и тут сердечки вместо пуговичек сердечки 3 сердечка да вместо пуговичей она вся в камушке сверкает 3000 лир белоснежная и это все я сразу пришло мы спускаемся два ангела белом стоят все человек стал видеть белые цвета понимаете у него меняется если бы она очень сильно бы захотела ей надо было брать потому что если она не возьмет сейчас ее за 3000 лир но опять же я не знаю насколько она это хочет может быть просто как как сдак увидела все ну как бы ей это уже достаточно но если она бы действительно ее хотела и не взяла помножено на 73 на 7 сколько будет 21 то 21000 лир у нее просто сейчас куда-то денется пропадет а если бы она купила ей бы вернулось бы еще 21 1000 понимаете как это работает но мы не знаем но факт в том и она нам взяла лавану . говорит блин она же белая прикинь вы же горит узкой и визуально даже белая а что-то на себе экономишь скажи пожалуйста мы завтра пойдем реальность поменяется она будет стоить столько у тебя есть так что вот так ребят это вот просто сидишь вам не расскажет даже столько мы идем будет каждым там я не знаю что-то лежит это все это трансформация я начинаю и рассказывать нам господи ты прям по каждому бычку можешь рассказать блин вообще историю мою всю так что когда это удивительно конечно через осознание как все быстро-быстро айголь ты будешь еще там что-нибудь рассказывать а то сейчас уедешь потеряешь я уже зрители ждут я тоже интересно что там будет дальше если интересно конечно в общем слышали она сказала могу познакомить хорошему а и вот опять же сейчас вспомнила пока мы разговаривали с мужем артемом сыном и с ней ну я с ними присутствовал разговоре и она ну ладно все так хватит играть в игры в танчики не идите в танчики там ложитесь пораньше станете потому что я буду звонить я такая что ты командуешь блин когда играть ему в танчики или нет два мужика разберутся все так я разрешаю вам играть я говорю а че ты разрешаешь ты говоришь идите играйте я разрешаю я говорю а сейчас че в общем главное она осознает главное она осознает ладно ладно решила за них ладно идите играть не главное муж это понимает когда тебе со стороны стукнули по голове что с этим делать как ты думаешь с чем ну вот с контролью и с контролем я вчера давала задание делать смысле отпускать контроль над направлять договориться направить ты в течение дня формируешь привычку вчера вы только проект проговорила напомним сегодня завтра послезавтра после послезавтра и ты ходишь потому что твоя задача включить контроль над всей бесконтрольностью или включить бесконтрольность над контрольностью не знаю как ты это сделаешь но твоя задача видеть все и проговаривать что ты контролируешь так я контролирую сейчас расслабление я расслабляю так я контролирую свои мысли чтобы ничего не контролировать и ходишь проговариваешь начальники на чашки чая за придумывает как это слово связать тебе твоя задача просто направить сейчас твой шаблон твою программу твою нейронную связь все время думать о контроле в пользу помнишь привычка вообще формируется шестьдесят шесть дней у мозга вот ну хотя бы три дня походить в записке да еще она осознала сегодня сказал я осознаю что я зависима зависим от мнения других людей у меня нет своего мнения но она так независимо всех контролек ребят вообще у нее что одна крайность что другая зашкаливает что это она и я и ты все мы все кто смотрит все ее шаблоны все наши просто у кого-то в ярко выраженной форме а кому-то просто вот как отверточки не хватает для ремонта можно и руками сделать но с отверточкой проще а если у тебя шуруповерт будет это еще круче вот это вот по степени что например для айгуль этот шаблон устроит всю ее жизнь до влияет как фундамент а для меня это как у меня есть отвертка вот шуруповерта нет но я тоже справлюсь не хватает каждый шаблончик это наш ресурс инструмент для построения наших желаний нашего мира вот этого для тебя это как нехватка отвертки ты тоже он ковыряешься я например не них отвертка есть а да у меня отвертка есть нас круче не делаю быстрее не делаю я-то проработала эти шаблоны ну в которые каждый день одни держу со всеми трансформируют по тысячу раз уже сколько шесть лет вот и не вот для шуруповерта вот этих вот не хватает уже ускорить просто а у тебя этот прям целый фундамент не хватает в общем трансформируем шаблоны чтобы записаться на курс под видео всегда ссылки оставляю в чат-бот заходите даже если вы в меню не найдете там без очков как многие вижу фигу я пишу ребят видео загружу сейчас вторую часть и мне все под этим сообщением написали но не все четыре человека сразу же а где в следующая часть ну как бы вы прям под этим же сообщение мне и написали что я гружу сейчас этот радует свой интерес там интерес чтобы быть дальше это невнимательность не надо оправдывать невнимательность вот и я к чему говорю что будьте внимательны в чат-боте можно задать вопросы если вы не внимательны его менеджер ответит тогда на курс какой сколько стоит есть курс 390 рублей столько заданий сто двадцать четыре задания привычек формировать вот этих вот я не умею я не знаю так далее чтобы все эти шаблоны не тормозили сто двадцать четыре задания просто беда выполняет кстати хотела еще сказать вот кто в этом курсе который по 390 рублей это уже в нем игры на или а я уже там столько это она горит я не знаю я не вижу ты не пишешь ничего я говорю но я так я не вижу активность я маша я всем дала что активности никого нет вот поэтому так как я сама уже увидела что нужно писать правда чтобы и люди видели а я думаю никто не пишет вот а вот она по-другому думает а я думаю что я просто пишу эти задания сижу там сеанс бесплатно делаю движение сердца который стоит 100 евро а я там делаю бесплатно несколько раз в месяц для участников за 390 рублей вот ну мне просто по кайфу да куча людей не знаю сколько каждый месяц обновляется и и также не заводят вижу да и смотрят но мало мало пенсии что там вообще никто не участвует или что сегодня рады думает а я проработал и написал проработал и не писал и то есть обратной связи не обратной связи нет и сегодня все себя мыши не назвали я взяла короче кружки такие там наговорила году ребята где вообще тут работаете мне с куча людей написала мы все работаем игра написано под каждым заданием написано обязательно если будете выполнять это задание обязательно зайдите в комментарии под этим заданием и напишите либо какие-то выводы либо просто поставьте там сердечко чтобы его выполнили либо напишите отзыв по этому заданию либо вопросы хоть что-нибудь никто этого не увидел сообщение который дублируется сто двадцать четыре раза я опять вспомнила про микки маус но я ее не увидела сумка микки маус голова микки маус и черная это мне надо такие и опять она она говорит о это тебе сумочка я ее не увидела но она решила что то есть тебе надо начать фокус внимания что это тебе знать твои знаки но переместить с других на себя и все время все равно на других на других то тебе это тебе это тебе это тебе окей как можно шаблон это тебе с пользой не хлеб а тебе шиш с маслом вот так можно что еще привычку надо формировать и раз ты уже говоришь это тебе тебя не переделать поэтому давай используя что можно тебе сумка мне а тебе а тебе иди ищи тебе иди ищи там идею сама попа подними тебе надо научиться самой двигаться самой видеть самой говорить самой давай а тебе мое внимание и вдохновение вот вперед что можно еще а тебе чтобы ты повторяла вот это вот а тебе каждый раз ты кстати у меня дома также а тебе она голодная сидит после зубов я значит навалила себе большую тарелку пола сделала овощного и туда клубнику порезала вот у меня просто вот такое ангри там не поесть нечего мягкого возьму-ка я хурму она короче ее порезала гритные лето тебе я на нее смотрю то есть на свое отдает логика у меня хурма лежит рядом со мной моя я с ней не делюсь я ем я себе сделала говорю айгуль там вот из мягкого есть бананы и форма она даже не замечает играть я себя люблю себя выбираю как ты выбираешь если чтобы ты не кофточку она увидела кто ты-то пирогов ты предложила ей ну что тогда мы увидели сумочку тоже ей пакет подарок твой у тебя все другим не это хорошо другим и хорошо но сначала себе вот и и вот эта девочка которая заклинила шею тоже блин она хотела прям все она уже она забыла вообще должен на лестницу сел уже подготовилась я говорю ну смотри сейчас будет много такого приходить прям аж вот так вот помогите то есть но и а горю если ты себя примешь ну типа она автоматически автоматически ребенок вот все шея нормально не было к ней не будут больные приходить пока она не захочет больных лечить дело в том что мы своим желанием лечить создаем больных то есть например все больные люди они просто под эгрегором врачей им же нужно нужно свою через врачебную практику я создавала больных животных потому что мне нужно было их лечить и кормить в общем понятно да тебе беспомощных она создает чтобы им потом дать он же сам не может она пыталась из нее жертву сделать она сидя шла и рассуждала блин ну почему мне эти больные почему идет а я молчу ну потому что она лечит и она же хочет ну почему ну что они я говорю давай что что она такая ну что но они больные ну что ну они ждут моей помощи и вот она идет он даже не осознает что она уже говорит что но они больные но они вот помощь мы их так она она и больными делает чтобы было кого лечить не будет больных не будет твоего проявления тебе надо найти другие проявления они хотят ровок лечить дай вообще слова лечить то убираем лечить мы лечим только себя а не других отчетки со здоровыми опять носки снимает что раз на шаме различить нельзя игнорировать там написано если вы хотите большими буквами заголовка и потом повторяю несколько раз если вы хотите чтобы люди были вокруг вас здоровые и выздоровели перестаньте их лечить все это первое что вы должны сделать отказаться полностью от лечения если вы хотите его вылечить еще можно скажу еще пришло ну и там объяснение и если бы я сейчас объясняла вы меня поняли но многие напишут сейчас комментарий как это так ну еще осознание мне сейчас вот вспомнила пришло мы перед тем как вчера прийти домой и вообще вы же не думали что мы будем видео записывать и так далее она говорит давай зайдем этот в маркет а уже темно все закрыто один там супермаркет крыть давай горит зайдем мне носки нужны не надо носки купить и мы заходим и 12 работала мы один обошли не было и другой а там мужские носки то есть много а женских нет но мы не купили и приходим сюда и когда в процессе видео да вот это слазил слазил чешуя носки слазит слазили я уже жду молчу ну это ж не моё это ж она обновиться должна то есть для меня на собственность сладить носки на она даже не осознает этого что она обновляется на шкуру снимает и когда этому в конце когда они снялись мы в конце видео сказали аллилуйя обновилась и сегодня до меня дошло игру по ним и теперь понимаешь почему вчера не было для тебя носок сегодня накупила две на двое носок белых на старую школу просто затем говорю новое пока ты не обновишь ну не обновишься тебе новое не придет то есть пока ты не вытащишь себя это какашечки свои новое хорошее туда но ему просто нет некуда зачем болото делать там или что ну то есть вы поняли как вы думаете мы завтра выйдем с новыми приколами или нет мне кажется завтра будет еще куча трансформаций прикольно все спасибо вам большое я очень рада что сейчас вы так активно комментировали вот на наше видео вот это трио и я прям кайфанула девчонкам росла игры девочки смотрите вы такие молодцы деньками просто круто спасибо за комментарии пока пока